Ну, я скажу, для нас игра сложилась удачная. Может быть, в первом тайме команда не волновалась, для этого были. В наших народах некоторые моменты они создали. Так, в целом, в целом, второй тайм, естественно, мы переиграли. Что говорит о заметном поле и... Ну, так бывает, что... В Уфе команда очень хорошая. Они ставят задачи выхода в премьер-лигу. И в группе игры, то есть по содержанию. Сегодня мы выглядели достаточно неплохо. Естественно, нам есть над чем работать, над чем прибавлять. Игра в обороне оставляет желать лучшего. А так, в целом, игра была неплохой. Озвучи, пожалуйста, цели. Цель на сезон? Да. Ну, я для себя поставил цель, во-первых, быть в шестерке, да? Поставил перед командой эту цель, быть в шестерке. И по возможности попасть в переходные игры. Вы знаете, Пош, по средней цене по трансфер-маркету команда третью позицию занимает. Хотелось бы, чтобы что-то было близко к таковым листам. Хотелось бы. Вы знаете, что здесь для того, чтобы на что-то претендовать, нужно иметь базу какую-то. Понятно, да? Материальную базу, где жить, находиться, где тренироваться. Для того, чтобы иметь все условия. Нужно иметь все условия, чтобы на что-то претендовать. Поэтому здесь есть некоторые вопросы. Руководство какое-то задачи он поставил. Для себя вы решили шестое место, что руководство будет. Я и перед командой это поставил. Руководство, естественно, со мной согласилось. Представьте, пожалуйста, кто вам помогал в этой игре со скамейки. Черни Игорь Васильевич, тренер вратарей. Он откуда вообще? Он из странства, российска. Лицензия ПРО, он уже работал главным тренером. Достаточно квалифицированный специалист. Когда он к вам присоединился? Два дня назад. Еще будет у нас тренер по физподготовке. Сейчас вот на этой неделе. Иностранный специалист. Поэтому мы выходим на другой уровень. Шаг за шагом. Игорь Анатольевич, а Веретененко остается в клубе? Мы знаем, что он написал заявление, но две недели он по контракту должен отработать. Он остается или как? Пока он в клубе, он написал заявление, но клуб еще не удовлетворил. Ваше выведение старшего тренера. Кого вы хотите? Ну, я сказал уже сейчас, еще тренер по физподготовке приедет. Он будет старшим? Он не старшим будет. У нас достаточно людей в тренерском штабе. Не хватает. Игорь Анатольевич, если я вернусь к игре. Исполнение пенальти на последних минутах матчей психологически тяжело. Бьют иногда разные люди. Есть какие-то штатные пенальти? Да, у нас старпец. Старпец бьет обычно. Старпец заменили его, да. И Рома понашел уже из последних сил. И так получилось. Ну, это несчастье бывает. Окажется, Апаев первый мяч взял. Ну, они там договорились. Попробежи с собой. Там сил не надо было. У меня чужие вверхом летит просто одни всего. Ну, не серьезно. В следующий раз, в следующий раз вы пробьете. Спокойно. Спокойно. Уже ли там он бьет выше ворот? Точнее, может, не дой. Вопросы. В этот раз игроки подошли. Фанцы, кто был в полном составе, были от фанатов вопросы по этому поводу. Вы их просили или все-таки они сами решили поповедить? Нет, они знают, что после каждой игры обязательно, это обязательно. Они сами решили в своем коллективе, что фанатам обязательно подходить. Их никто не посылал, они сами по своему желанию. Фанаты – это неотъемлемая часть нашего клуба. Давайте, последний вопрос, что вы должны задать. Насчет игроков, вы будете работать с теми, кто есть, или будете подбирать от себя более команды? Ну, сейчас все, сейчас у нас уже нет возможности. И второй вопрос, нужно, а что делать с флангами? Мне кажется, было видно, что фланги вообще не работают. А сегодня не работают? Ну, кроме Ставпица, я думаю, на каком моменте… Апаев, Апаев в первом тайме. Почему не поставили Апаева и Ставпица? Да, да. Игорь Анатольевич, как вы можете сказать, дебют у Толсена вашей? Может быть, чего-то не хватило. Хотелось бы большего, конечно. Если бы выиграли, естественно, можно сказать, что да. Так получилось, что дома ничья, потерянные очки. Игорь Анатольевич, а какого-то у нас сейчас заключенного новых футболистов подписывать? Можно вам узнать причину, почему? Ну, это проблемы в клубе, это нужно в клубе узнавать. Главный тренер занимается другими вещами. На этом, я думаю, закончим. Да, молодец. Игорь Анатольевич, ты молодец.